Мама положила свои ваучеры Газпрома, чтобы оплатить мой первый семестр. Люди вокруг не очень, как бы, всегда хорошо это воспринимают. Они вот умные, а я ещё недостаточно. У нас у женщин бывают такие периоды с этих сомнений. А имею ли право я? Ты же папин дочка. Я себя-то не помню. За что ты сама себя уважаешь? Друзья, всем привет! Привет! Это следующий шаг. Подкаст о поиске смыслов. Наш проект создан на базе программы «Флоу» Школы управления Сколково. И здесь наши героини делятся своими историями о том, как они оказались в ситуации поиска своих смыслов, как они их искали, как проходили этот путь, и удалось ли им их найти. И сегодня наша героиня Елена Богданова, с которой мы поговорим и узнаем, какой путь проходила она и как она искала свои смыслы. Лена, привет! И большое спасибо за то, что ты к нам присоединилась. Марин, спасибо огромное, что пригласила. Мне очень приятно. Большая честь. Спасибо. Ты знаешь, у нас уже завелась традиция на подкасте, что каждая героиня представляет себя сама, поскольку мы выступаем в разных ролях, и очень интересно услышать, кто ты. С какой роли я начну, да? Ну, наверное, я всё-таки начну с роли... Я предприниматель. Да, я женщина-предприниматель. Я мать, у меня две прекрасные дочери. Я, наверное, ну, какой-то такой драйвер, может быть, отрасли, и создатель смыслов в том, чем я занимаюсь, и в том, чем занимается, ну, как бы, рынок, в котором я работаю. А какой отрасли и какого рынка? Вот, скажи немножечко про это. Да, это всегда очень... Вопрос, на который мне всегда очень сложно ответить. Ну, я занимаюсь такой специфичной областью, она такая узконишевая. Это проекты, связанные с цифровым опытом сотрудников больших компаний. То есть очень часто в больших компаниях огромное количество инструментов, которые предоставляет компания сотрудникам. Вот, и мы помогаем это все собрать в какую-то такую единую, понятную систему, для того, чтобы это было эффективно, удобно, полезно и приносило всем удовольствие в ежедневной работе. То есть мы проектируем интранеты и другие инструменты, которыми пользуются сотрудники внутри компании. Вот я еще часто нас сравниваю с архитекторами. Вот есть архитекторы, которые проектируют будущие здания, а есть строители. Вот мы те, кто проектирует, а потом отдаем уже в разработку команде IT-разработки либо внутри компании, либо внешним интеграторам, для того, чтобы они... Этот проект, который мы спроектировали вместе для клиента, уже был реализован. Ты знаешь, ну, метафорически, надо сказать, что действительно, что вы создаете такую цифровую компанию, да? Абсолютно. То есть не просто... Да, цифрового двойника компании. Да, мы даже это называем, на самом деле, цифровой двойник компании, да. Да, это цифровой мир компании, его отражение. Что, опять же, знаешь, как бы для нашей... для женского разговора, для женской тематики не такое частое сочетание слов. Кажется, что это что-то... Опять же, ты знаешь, стереотипно кажется, что это что-то очень мужское. Мужское. Ну, вообще, я училась в Авиационно-техническом университете на специальности информационная безопасность. То есть ты уже как бы начала с этого все-таки? Да, да, да. Ну, я в целом, наверное, больше все-таки математик, физик. У меня такие всегда были предрасположенности к техническим предметам. И я целенаправленно пошла учиться на информационную безопасность. Я вот тогда мечтала, да, что буду ловить хакеров, буду таким прям Джеймс Бондом. После окончания российского университета я очень хотела продолжить образование за рубежом и тоже продолжить его по направлению, конечно, тогда информационной безопасности. И поступала в канадский колледж, давала там кучу экзаменов, готовила, кстати, все медосмотры. В общем, где-то примерно год в это с подругой мы инвестировали. И как бы поступили все хорошо, но, к сожалению, примерно там за пару недель до как бы официального начала программы уже такой пришел ноутис, извините, мы не набрали достаточное количество участников программы, и мы как бы вынуждены ее приостановить в этом году. Вот, вы можете как бы отказаться, а можете выбрать другое направление. Вот, и я помню вот это вот ощущение, ну, во-первых, как бы, что мы столько готовились, а сейчас... То есть как будто бы неудача вообще-то, да, произошла? Да, да, как будто бы неудача, да. Но, на самом деле, это была очень классная удача. И, в общем, помню вот это вот ощущение, смотрю на все эти специальности, которые есть в канадском колледже, а там как бы все, от медицины практически до, не знаю, повара и так далее. То есть прям такой огромный выбор. Конечно, очень много было айсишных специальностей, я не хотела идти на разработку, архитектуру, потому что они действительно прям очень мужские. Я уже как бы тут проучилась в такой прям очень мужской коллективе, где у нас было всего 4 девушки на всю группу. Вот, и выбрала такую специальность, которая даже не понимала тогда, что значит. Она называлась интерактивная мультимедиа. Вот, ну, как бы здесь тогда, по факту, ну, про это вообще еще не говорили, и, наверное, даже это было каким-то таким, ну, чем-то совсем непонятным. Вот, мы приехали туда, ну, как бы, да, нас перевели на эту специальность. И, ну, как бы, чему там учили? Это был дизайн, это была веб-разработка, веб-графика, фотографии, видеопродакшн. Ну, то есть все, что было нужно для, как бы, создания медиа. Вот, я с огромным удовольствием отучилась, меня прям, я кайфовала. Вот, если я говорила, что я в российском вузе просто вот зубрила, потому что надо, то там я с таким огромным удовольствием бежала домой, чтобы делать уроки, чтобы делать, ну, проекты, по факту, домашку проекты. Вот, и, ну, как бы, вот, получается, закончила вот это направление, и, как бы, начала там работать еще в роли веб-разработчика, делать сайты. Там это в Канаде, ты имеешь в виду? Там это в Канаде, да, 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 там это в Канаде. Вот, в Россию я вернулась, ну, у меня здесь была любовь, которой я, как бы, уговорилась вернуться. Вот, но она очень быстро, к сожалению, закончилась, или к счастью. Но я приехала, получается, в 2008, ну, вернулась в 2008 году, в Россию огромный кризис, все компании сокращают людей. Я вернул свой родной город в Уфу, там всего два, по факту, работодателя, которые вообще хоть что-то в этом направлении делают. Это был банк Уралсип, транснефть, ну, еще Башнефть, но там, как бы, про это не буду комментировать. И меня пригласили на собеседование в банк Уралсип на направление интранет-разработчик. Я, если честно, узнала, что такое интранет, как раз только там на собеседовании. И вот оказалось так, что вот этот мой, как бы, так скажем, айтишный опыт, который у меня был в российском образовании, и медиа-опыт, красота, эстетика, визуал, дизайн, который преподавали в Канаде, вот сошлись очень удачным опытом. Таким образом, вот в этом направлении... Создание нового общего направления. Да, в создании, в развитии нового направления, нового продукта. То есть это про, с одной стороны, про IT-инструменты, с другой стороны, это про коммуникации, про язык коммуникации в формате медиа. И получилось так, что вот удачно все сошлось, и хорошо, что неинформационная безопасность. Я с огромным восхищением относилась к людям, кто этим занимается и продолжает заниматься. Но я рада, что меня оттуда снесло. Можно задам тебе как раз два вопроса относительно этого твоего периода? Во-первых, конечно, я, как мама двух уже подрощенных сыновей, они оба тоже учатся у меня в международных университетах. Конечно, когда твой ребенок заканчивает университет, тебе хочется, чтобы он нашел работу, и чтобы действительно было так все интересно. И вот ты находишь работу, и вдруг решаешь вернуться. Как родители к этому отнеслись, и насколько это тебе легко удалось? Ну да, это был, конечно, непростой вопрос. Вообще, я когда ехала в Канаду, это в том числе была какая-то реализация папиной мечты. То есть я дочь, которая хотела реализовать папину мечту, эмиграции вообще в Канаду. Я-то рассматривала для себя дальнейший путь потом переехать в Соединенные Штаты Америки, но папа хотел... Был период жизни, когда он хотел туда эмигрировать, и я вот поехала реализовывать. Ну как бы на это по факту мама положила свои ваучеры Газпрома, чтобы оплатить мой первый семестр. И это не метафора, да? Нет, это не метафора, это правда. Вот для него, мне кажется, это была правда какая-то психологическая подушка, и я вот сейчас уже только как бы задним умом понимаю, но и очень благодарна, конечно, что она тогда согласилась. Вот, ну вот да, получается, что первый семестр у меня оплачивали родители. И, конечно, это был, ну такой вот разговор продолжительный, то есть я как-то к этой мысли долго возвращалась. Ну я, ну как бы понятно, что любовь — это, наверное, такой внешний, как бы, да, внешняя категория причины. Но, ну как бы я и чувствовала очень тогда прям, ну чётко, что мне здесь надо как бы начинать с нескольких шагов назад, чем окружающим. Да, я нашла работу, но это не как бы не фантастическая работа. Для того, чтобы мне как бы, ну я точно сейчас понимаю, что выйти на такой же уровень, как здесь, мне бы, ну, потребовалось намного больше усилий, и не факт, что я бы там оказалась. Поэтому... То есть твоя интуиция вела тебя к месту, где твой потенциал явно реализовывался. Да, да, да. Хотя для многих, да, это, казалось бы, тоже какая-то, ну, в общем-то, провал целой идеи, да, значит, что ты с таким потенциалом, значит, остаться в Канаде, значит, приехала-приехала обратно. А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что ты училась, когда ещё училась в российском ВУЗе, в очень такой, ну, мужской среде, всего было несколько девчонок. А как ты себя чувствовала? Ты чувствовала какое-то вообще, там, не знаю, действительно, вот какое-то стереотипное к тебе отношение? Абсолютно. Чувствовала, да? Конечно, чувствовала, да. Да, да, но я чувствовала, ну, особенно первые два года, конечно, вот я прям сталкивалась с тем, что, ну, я чувствовала себя not enough, это точно, потому что, ну, я видела, что ребята-олимпиадники выходят к доске и пишут какие-то просто огромные математические формулы и делают это из головы, для меня это была какая-то фантастика. Я просто чувствовала, что я, как бы, ну, точно недостаточно. Синдром самозванца был уже тогда? Да, очень сильный, конечно. Хотя, казалось бы, ты поступила в этот курс. Хотя я же поступила, да, хотя у меня там 100 баллов, тогда я ещё ЕГЭ сдавала и так далее. Ну, то есть, ну, потому что всё равно вот олимпиадники, это, кажется, это вот определённая каста, это правда, они вот умные, а я ещё недостаточно. И, ну, да, и вот эти, ну, как бы, это я прям первые два года очень чувствовала. Ну, и был у меня такой смешной случай. Ну, я, как бы, несмотря на то, что коллектив был мужской, очень любила наряжаться и приходить всегда нарядно. И как-то, ну, мы готовились к экзаменам, очень много прям взубрили, да, и вообще там ночами сидели, потому что, ну, сложная была программа. И я прихожу на экзамен, ну, ненарядное, я прихожу, простите, да, с грязной головой в какой-то там толстовке в джинсах. И мне... В виде математика. Да, и мне преподаватель говорит, а вы кто? Я говорю, как кто? Я говорю, Елена Мурачина. Он говорит, нет, она так не ходит. Я говорю, да это я. Мне так было обидно, мне было просто обидно до слёз, потому что он вот прям сопротивлялся, что я кто-то пришёл подменять меня, сдавать экзамены. Да, да, да. Ну, то есть вот это вот тоже, конечно, было. Но потом, мне кажется, с третьего курса, по факту у нас вот все девчонки, которые учились, все закончили с красным дипломом, вот, и где-то с третьего курса уже вот это вот произошло изменение, уже стало, наверное, так скажу, легче. Да, но ты говоришь, что все закончили с красным дипломом, и, конечно, у меня сразу возникает вопрос, это означает, что действительно вам надо было в два раза быстрее бежать и доказывать, что вы оказались здесь не зря? То есть было такое ощущение? Было, конечно, было, да, 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 было, и... А когда почувствовала, что отпустила? Почему отпустила? Отпустила, ну, тоже интересно, отпустила, отпустила, когда вот в тот период были очень популярны программы Work and Travel, когда студенты ездили на работу в Америку, и мне кажется, что когда вот мы первый раз всё это провернули, прошли все эти палки в колёсах и съездили туда, вернулись, привезли большое количество брелков статуи свободы и доказали, что мы как бы и сессию можем сдать, и вот съездить, и приехать, и ещё продолжать чем-то делиться, вот мне кажется, тогда произошло потепление со стороны преподавателей. Потом уже на кафедре повесили фотографии наши. Ну, я поздравляю, это действительно, это прям символ какой-то, да. Очень интересно, просто мы очень часто говорим уже о взрослой какой-то, да, в общем, нашей жизни, а вот такие вещи, они формируются достаточно рано, и поскольку мы сейчас как школа, у нас есть свой собственный бакалавриат совместный с МФТИ, там учатся порядка 30% девчонок, мы постоянно с ними общаемся, и тоже очень интересно смотреть, насколько действительно меняется культура. И сейчас, конечно, я уже не вижу это вот в таком объёме или в такой яркости того, как ты об этом рассказываешь, я вижу, что уже вот в этом поколении оно более-менее как-то сравнялось, при том, что, конечно, вот в нашем бакалавриате тоже, чтобы поступить на него, тебе нужно по математике иметь не менее 85 баллов, да, это вот такие правила, что означает, что это, конечно, очень много, ты говоришь, что у тебя 100 было по математике? По математике 2, там у нас была математика, математика 2, да, и по физике тоже были высокие, но тоже что-то около 98. Теперь я понимаю, что это такое, да. Мне тоже очень сложно осознать, как это можно было так сдать. Достичь. Да, 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 да. Ну, как-то вот так получилось. Ну, ты вообще-то была такая, да. Давай продолжим говорить, что было дальше. Миша, ты рассказал о том, что ты, сначала у тебя оказалась корпоративная карьера, но сейчас ты говоришь, я предпринимательница. Да. Как ты оказалась в предпринимательстве? Волей судьбы? Ну, наверное, с течением обстоятельств. Я, да, я работала в корпоративном сегменте достаточно долго, ну, и тоже занималась по факту вот как раз разработкой интранетов. И во время первого декрета, когда моей дочери было около, наверное, 8 месяцев, меня пригласил, ну, один из больших российских интеграторов пригласил на проект в качестве консультанта в Билайн на разработку как раз нового интернета, тогда это называлось цифровое рабочее место сотрудника. И вот я между кормлениями носилась к ним на встречу тогда на Маяковку, вот, и мы вместе проектировали вот первый тогда, ну, первый мой по факту консалтинговый проект, а после сразу буквально, мне кажется, даже не было какого-то перерыва, появился тут же второй проект в компании Евраз, и стало понятно, что, во-первых, есть спрос, да, это интересно, это безумно интересно, потому что это, возможно, сделать сразу несколько классных проектов и погружаться сначала в одну среду, потом в другую, вот, и вот в этот момент как-то пришло такое решение, что нужно двигаться в свободное плавание, вот, но было очень легким решением, я как-то так спокойно туда перешла. Потому что для многих этот переход очень сложный, даже я как человек корпоративный, могу тебе сказать, что для меня, как вот для человека из корпорации, размышления и предпринимательства, это очень смелое решение. Мне кажется, что вот это был тогда такой период, когда я просто туда пошла, но не думала, сейчас я бы тоже всем сказала, что очень хорошо подумайте, то есть вот минусы такие-такие-такие, но плюсы тоже есть. И ты фактически, это тоже такая интересная история, мы очень часто говорим, что предпринимательские проекты часто рождаются в период декретов. И вот как же одновременно можно было сочетать всё-таки и кормление, как ты говоришь, и проекты, как удавалось это делать, кто тебя поддерживал в этом моменте? Ну, конечно, меня поддерживал муж, да, он, ну, мне кажется, что он очень много, ну, то есть он понимал, что мне тесно, вот, я на самом деле очень кайфовала во время декрета, для меня это тоже был какой-то такой прям новый опыт, я с огромным удовольствием проживала всё, что там проживают, вот, но, может быть, у меня был какой-то страх потери вот контакта с, ну, как бы с индустрией, вот, потому что я, мне кажется, в месяцев шесть решил провести исследование об опыте как раз использования интернета в российских компаниях, у меня была большая база контактов, хотя меня никто не просил, и по факту это исследование в итоге стало, наверное, нашей такой визитной карточкой, которая до сих пор на нас работает, и мы каждый год его проводим, вот, буквально пару дней назад делали презентацию, это вот стало такой, каким-то таким монолитом, от которого я смогла оттолкнуться, опираться на эти знания, на эти данные, и, как бы, вот, поэтому, да, конечно, мой муж тогда очень хорошо меня поддержал, и мы быстро нашли няню, чтобы я вот могла туда-сюда ездить и совмещать встречи, ну, и для меня это была ещё возможность, наверное, я, ну, у меня был такой страх, я даже учила, я думала, что у меня мозг немножко покроется травой или мхом, что я даже учила Евгения Онегина, гуляя на улице, я знаю, прям, половину Евгения Онегина просто с коляской, потому что я думала, что у меня мозг, с ним что-то произойдёт. А что это за страх, скажем? Ну, я думаю, что это какие-то стереотипы, которые нам общество... Чего ты боялась? Чего ты боялась? Ну, я боялась, что, как бы, мой мозг уже не будет таким быстрым, как раньше. И поэтому вот надо учить стихи. И ты выпадешь, как бы, из той скорости мира, которая вокруг тебя? Я думаю, что да. И? И будешь невостребована? Наверное, да. Хотя сейчас я всем говорю, кто уходит в декрет, пожалуйста, кайфаните в нём хотя бы, ну, год. Особенно, если у вас первый ребёнок, полтора, это сам... Ну, потом это не будет момента. Но вообще страх невостребованности. Страх невостребованности. Это частый страх у женщин, как ты думаешь? Да. Мы очень много работаем с... Ну, у меня в команде очень много мам, которые ушли тоже с корпоративного мира и пришли к нам в декрете. И, с одной стороны, это огромный ящик Пандоры, потому что это, ну, для них возможность проявления, а для нас, ну, такого вот прям возможности получать такую отдушину в работе. И это, конечно, правда, большой страх про то, что даже люди, которые шли там по 8-10 лет к своему первому ребёнку, хотят через две недели уже начать что-то делать. Я думаю, что да, это очень большой страх, даже в осознанном возрасте, так скажем. Ну, при этом сейчас надо сказать, что ты успешная женщина, успешный человек, успешная предпринимательница. Ты можешь это сказать громко? Я успешная. Да, могу. Я успешная. Молодец. Спасибо. А скажи, пожалуйста, вот это представление об успехе, оно как-то менялось? Вот сегодняшняя твоя успешность и успешность тогда, когда ты была в Канаде или после в корпоративном мире, это одно и то же или это разная успешность? Ну, конечно, это разная. Наверное, ну, если в Канаде успешность проявлялась в чём? Что я сама смогла заработать на второй семестр, да, я сама смогла обеспечить свою жизнь, смогла полетать полетать над Ниагарским водопадом на вертолёте. Ну, тогда, наверное, вот признак успешности было это какое-то, ну, достижение, достижение каких-то результатов таких осязаемых. Вот. Вот сейчас успех, наверное, это немножко всё-таки уже про другое, это про возможность чувствовать удовлетворение от того, что ты делаешь. Вот ощущать себя, ну, я иногда говорю, в своей тарелке или в своей орбите, вот там, где мне хочется быть и делать то, что я люблю. И тогда в этом вот мой следующий вопрос, он про то, что успех и счастье – это одно и то же. Ох, так, успех и счастье. Ну, мне кажется, это очень сильно зависит от насколько, как говорит Евгения Высопян, ты в контакте с собой. Евгения Высопян – наша коллега, прекрасный коуч. Пластический. Да, практически соавтор программы «Флоу». В контакте с самим собой. Да, мне кажется, что это может быть равно, когда ты в контакте с самим собой. И успех – часть этого, этой самой себя. Да, определённо. А скажи, пожалуйста, когда мы говорим слово «успех», это означает, что есть у этого сторона и неуспеха. И вот я тебя спросила, сказала, ну, вот я действительно, когда поступила, значит, только в ВУЗ, несмотря на все свои, опять же, там, баллы и прочее, всё-таки чувствовала себя неуспешной, а потом раз, значит, на втором курсе начала уже чувствовать себя успешной. Вот эти переходы от неуспеха к успеху, вот ты их хорошо помнишь? Можешь привести ещё какие-то такие причины? Сейчас ты говоришь, я успешная. Когда ты поняла, что ты стала успешной? И было ли, предшествовало ли до этого ощущение неуспешности? Ну, мне кажется, это же такая вот, как бы, такой график, который периодически то вверх, то вниз. И мне кажется, что, ну, такие моменты и сейчас бывают, да, когда я могу себя так ощущать. Но обычно это возникает, когда я начинаю с кем-то себя сравнивать или с чем, да, с какими-то внешними факторами. Вот тогда, конечно, я попадаю в эту ловушку. Но опять же, как мне учила Евгения Васопян, я сегодня буду к ней часто, видимо, возвращаться. Ну, это про возможность присвоить себе своё. И как только я, конечно, присваиваю все свои достижения, я думаю, да нет, Лен, ты вообще очень успешная. Тогда там скажи нам, пожалуйста, что ты себе присвоила? Расскажи. Ох, что я себе присвоила? Ну, я, наверное, присвоила вот как раз, да, в рамках программы Flow. Ну, правда, весь свой путь, в первую очередь. Да, вот всё, что я прошла, я для себя присвоила это как огромные результаты, которых я действительно добилась. Да, 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 да. Что ещё? Ну, наверное, всё-таки, я бы так сказала, путь. Понятно, что в этом пути много составляющих, но вот весь этот путь, и что он мой, и что он выдающийся, вот я, наверное, даже признала себе, что он выдающийся, особенный, вот, и я имею право им гордиться. Спасибо тебе за эти слова, потому что то, что я часто вижу, да, в среде женщин, что действительно, и, кстати, среди тех, кто приходит на программу Flow, ты можешь подтвердить или опровергнуть, действительно, многие женщины не присваивают себе свои заслуги, свой путь, и как будто бы кажется, что это как само собой разумеющееся. То есть как ты думаешь, почему это происходит? Ну, не хочется, конечно, говорить шаблонами, но мне кажется, что всё равно общество, ну, как бы определённым образом имеет влияние на... всё равно есть определённые стереотипы, есть какие-то культурные установки, семейные, давление со всех сторон. То есть как будто бы твои заслуги должны быть другими, не только непрофессиональными, или что ты имеешь в виду? Ну, я думаю, что, да, это в том числе, ну, я честно, да, признаюсь, я на себе это ощущаю, там, в контексте, например, моей мамы, вот, ну, плюс там тоже какие-то, когда ты понимаешь, что у тебя один, второй, третий, проект четвёртый, всё интересно, но дети-то сидят дома голодные, и тоже начинаешь сомневаться. Чувство вины. Да, чувство вины проявляется. Вот, там, учительница пишет по-английскому, что уроки не сделали, какие-то ножницы не принесли, клей засох и так далее. И, конечно, тут тоже начинает проявляться какое-то чувство такого, ну, может быть, я не очень хорошая мама при этом. Вот, поэтому, да. Как удаётся это преодолевать сейчас? Хороший вопрос. Ну, конечно, я всё равно иногда улетаю, честно, да, признаюсь. Наверное, через объяснение себе я вот сейчас выбираю что? Чьё-то мнение, как бы, из-за того, что я плохая мама, потому что у нас клей засох на уроке труда. Или я сейчас, ну, как бы, чётко осознаю, что это, ну, как бы, действительно... Что это твой выбор. Да, 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 что это мой выбор, что я его, как бы, вот, ну, принимаю, да. Вот, к сожалению, так произошло. Но при этом я, как бы, тут же смотрю, а сколько я всего сделала, например, масштабного в течение дня, да. Какую пользу я принесла обществу в другом. Можно тогда сказать, что успех – это выбор? Абсолютно, конечно, да. Это очень классный инсайт. Да, успех – это выбор, правда. А давай чуть-чуть ещё поговорим как раз про той предпринимательский проект. Вот расскажи, пожалуйста, ты сейчас, ты говоришь, я предпринимательница. Да. А как устроена твоя предпринимательская жизнь? У тебя своя компания, у вас семейная компания. Вот чуть-чуть про это просто расскажи. Да, с удовольствием. Ну, как раз в тот момент, когда я решила в декрете уйти в предпринимательство, меня очень поддержал муж и его коллеги, акционеры. И та компания, которая была уже тогда у моего мужа, компания Риволти, они предложили мне здесь на базе этого юрлица, на базе той инфраструктуры, которая существовала, развивать своё направление. Как раз мы его назвали Риволти Интранет. И так в рамках, получается, большого Риволти потихонечку начал расти зелёный росток, который сейчас уже, как мне кажется, такое прям мощное дерево с хорошими корнями. Вот. Ну, вот, наверное, так получилось. Ну, сейчас мы работаем, у нас разрозненная команда. Да, у нас как бы она географически даже, к сожалению, теперь разрознена. Вот. Большую часть мы работаем удалённо, но, конечно, все встречи с клиентами, там, безусловно, всё это происходит. Ну, сейчас уже чаще очно. Вот. Сколько у тебя проектов сейчас? Ой, сколько проектов? Ну, конец года – это всегда самый… Много проектов. Да, насыщенный период и прям такой высокий сезон. Вот. Но сейчас, наверное, ну, как бы, да, у нас проекты-то, они большие, поэтому, наверное, где-то около пяти-семи проектов одновременно идёт. Вот. Ну, конечно, да, конец года – он всегда. Да, вот летом, например, у нас такой есть некоторый провал, и мы занимаемся в основном проектами по развитию индустрии. Конец года – прям бежим. Про индустрию я сейчас ещё спрошу, но сначала, знаешь, позволь мне, знаешь, какой-то ещё вопрос задать. Ты говоришь, что бывают у тебя, и, в принципе, у нас, у женщин, бывают такие периоды этих сомнений, а при этом проекты происходят, и проекты не ждут, пока твои сомнения будут решены и так далее. Каким образом, вот в моменты, когда были сомнения, и какие сомнения были о проектах, вот они, удавалось их преодолевать и достигать того результата, который нужно было достичь? Как-то услышал недавно такую фразу «морально-волевые». Вот они у меня очень сильные. На морально-волевых? На морально-волевых, да, я могу, ну, правда. Там могут происходить какие-то, ну, катастрофические вещи в семье, там, в родной, в родительской. Но вот работа для меня – это такая, ну, правда, надёжная база и опора. И здесь я могу, правда, даже в очень сложных каких-то проектах собраться, держать лицо, делать дело, достигать результатов. И вот, ну, как бы, для нас каждый проект, он практически новый. Ну, то есть что-то новое. Мы делаем всегда практически что-то новое. Ну, да. И для меня уже это норма, что-то новое. То есть меня, если на первых проектах меня очень пугало, то, что мы сейчас будем делать то, что ещё никогда не делали, я сейчас продаю, как бы, кота в мешке, вот. То сейчас, ну, как бы, мы, конечно, не продаём кота в мешке, но там, допустим, процентов 50 может быть вообще нового. Бывают проекты, где 100% ты идёшь совершенно в новый путь, но сейчас меня это вообще не пугает. Уже это, как бы, вот в рамках нормы, и даже это добавляет какой-то такой адреналин, драйв и интерес. Вот уже проекты, которые одинаковые, ну, мне уже, конечно, не очень их интересно. Слушай, это совершенно по тебе видно, конечно, что ты очень творческий человек, что вот это вот новое тебя вдохновляет. Но поскольку мы здесь ещё и говорим про такой путь героини, про вот эти преодоления, да можно я тебе задам личный вопрос? Ты сказала в самом начале, что во многом ты реализовывала папину мечту, да? Ты же папина дочка. Да, конечно. Можно я, поскольку знаю эту историю личную, я спрошу тебя о том периоде, когда заболел папа, и тебя это очень подкосило, и это было очень сложно. Каким образом вот одновременно папа болеет, человек, который вообще твоя опора, бизнес развивается, дети. Вот можешь чуть-чуть рассказать про этот период, и каким образом удаётся собрать себя, найти свои точки опоры, и действительно находить новые смыслы? Что это за смыслы в этот момент? Да, это, правда, был очень какой-то такой тяжёлый период, даже, я бы сказала, травматичный. Ну, я до сих пор его как-то ещё проживаю. И поэтому я благодарю тебя, что если мы про это стою поговорим. Да, да, я, ну, конечно. Ну, для меня это был, наверное, в первую очередь шок. Вообще, что родители стареют. Это был, наверное, первый вот тот факт, что я могу, вот сейчас, просто лишиться человека. Вот это, наверное, был самый первый такой большой сложный момент. Сколько времени заняло вот то, чтобы себя, как бы, собственно, всю ситуацию выровнять и снова почувствовать себя такой собранной, соединённой? Два года. Два года? Да, мне кажется, да, два года. Но я даже вот их как бы плохо помню. Я понимаю, что сейчас вот дочери четыре года, а я эти два года её не помню. Потому что вот как раз фокус был в другом. Конечно, я не могу в это связи не задать следующий вопрос. Когда мы, а мы женщины, я обобщаю, но всё-таки часто очень фокусируемся на историях своих близких, на том, что мы берём на себя очень много всякой ответственности, становимся родителями своим родителям. Не теряем ли мы себя? Потеряла ли ты себя вот в какой-то вот этот период? Ну, я думаю, что потеряла определённо. Я и себя-то не помню. Ну, как бы, у меня даже какие-то поездки были, путешествия. То есть если я открою телефон и промотаю ленту, конечно, там была насыщенная жизнь. Но вот если сейчас меня спросить, а что ты делала в эти два года, я не помню. Вот я только помню вот эти моменты. Да, конечно, мне кажется, мы себя теряем. И тут вот, ну, если говорить, что с этим делать, то важно, наверное, как можно раньше это осознать, что вот сейчас происходят потери себя, которые могут привести потом к другим потерям в других областях очень серьёзным. Вот, и, ну, наверное, тут тоже надо обращаться за помощью любой, брать в кредит любую помощь, которую только можно взять. Я как раз хотела сказать, как ты себя возвращала, как ты себя вспоминала? Хороший тоже вопрос. Ну, я много занималась кундалини-йогой. Правда, мне кажется, что все дыхательные практики, которые там есть, они, правда, помогают. Ну, я много разговаривала с психологом регулярно. Я много рисовала всяких психологических картинок. Мне очень помог такой инструмент, как нейрографика. Вот, я тоже прям как-то на ней... Ну, какие-то... Вот я брала всё, что можно было взять, что сейчас мне поможет. С кем-то общалась, разговаривала. Правда, брала кредит отовсюду. Чтобы себя как-то удерживать. При этом мы знаем, что для предпринимателя очень важно вот эту энергию вкладывать в предпринимательский проект. Каким образом удавалось? Откуда брала энергию на результат для предпринимательства? Поскольку я, посмотрев на вашу историю, на историю Revealty Internet, не увидела никаких особых провалов. Наоборот, только, в общем-то, рост и укрепление. Откуда бралась вот эта творческая, результативная энергия для проекта? А это очень, мне кажется, у нас такая специфичная деятельность, что она сама себя подпитывает. То есть у нас кроме клиентских проектов есть ещё большой пул-проект, который мы называем проектами по развитию индустрии. Да, как раз я к этому тоже хотела перейти. Так, 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 расскажи. Да, где мы как раз очень творчески себя проявляем. Где мы вот, то, что называется, создаём точку будущего или как бы двигаем это будущее, корректируем это будущее, создаём тренды. То есть у нас есть несколько таких прям знаковых проектов. Это премия Russian Internet Awards. Она как раз предназначена для тех, кто создаёт корпоративные порталы внутри компаний. Её проводите вы? Вы прям сами её запустили, вы её проводите. Да, мы её прям придумали, организовали. У нас фантастическая церемония в формате Оскара. То есть это прям возможность для тех, чья работа часто внутри незаметная, получить вот это вот признание, получить эту статуэтку, выйти в красивом платье. Но вообще это было очень интересно. В принципе, в России в тот момент, когда нам пришла мысль сделать эту премию, была премия. Но она была такая тихая, незаметная и очень, ну, назовём так, у меня были к ней вопросы. При этом я уже была много лет, а я сама состояла в жюри международных, двух международных премий, которые вот прям, ну, как бы были прям премии, премии, там такая мощная система оценки, жюри собирают, обсуждают. То есть это правда, ну, как бы получить эту премию была гордость. И у них были три... И оказаться в жюри премии тоже было, видимо, гордостью. Да, это большое гордостью было. То есть ты признанный эксперт в этой, в вашей индустрии. Да, да, да. И я как бы единственный человек из России, который вообще побывал в жюри этой премии. Да, да, да. Это очень гордо. Это очень гордо, я согласна. И получилось так, что вот я насмотрелась, как у них там хорошо. Ещё три церемонии, одна в Лондоне, другая в Сиднее и третья в Вашингтоне. Я думаю, вот у них есть, а у нас и нет. И я вот как раз слетала на вручение награды. Кстати, тогда я получил Банк России. Вот российский проект, это прям бенчмарк для рынка на церемонию в Лондон. И вот мы там сидели как раз с амбассадором нашей премии, первым членом жюри Кэтрин Грэнфолд из Австралии. Я говорю, я очень хочу свою премию. Но я сомневаюсь, потому что уже есть другая, которой 10 лет. Говорит, ну ты её попробуй купить. Я говорю, ну покупать не хочу. Не соответствует ценностям и стандартам. Да. Она говорит, ну тогда надо сделать свою. Я говорю, ну все будут говорить. Вот, кстати, все будут говорить, что, ну вот та-то премия ей 10 лет, её как бы ценно получить. А твоя ей только год. И на самом деле получилось так, что через год про ту премию забыли, и она перестала существовать. А нашу статуэтку получить прям очень престижно. И правда каждый интернет-лидер о ней мечтает. Ну вот я тогда вернулась, и мы прям помним, что приехала, сели с командой, я говорю, будем делать. Мы на программе «Флоу» мы с тобой не раз говорили про то, что есть сложности для предпринимателей в управленческой деятельности, особенно в вашей индустрии. Да, и помнишь, у нас была отличная дискуссия про то, что ты вот взращиваешь, взращиваешь своих людей, а потом бац, они уходят. Вот скажи, пожалуйста, какие основные твои действительно сложности или кризисы в управленческой деятельности, которые у тебя происходят, и как ты их преодолеваешь? Тем более, говорю, в среде, в которой такой голод по людям, везде сейчас голод по людям, но в вашей среде еще невероятная конкуренция за людей. Поговорите чуть-чуть со мной про это. Ну, кризисы, да, у нас тут постоянные управленческие, но мне кажется, что мы еще, так как с одной стороны, мне кажется, что мы очень зрелая компания, потому что у нас есть много, ну то есть мы учимся у лучших, мы сами, проводя аудиты и делая консалтинг, учимся у лучших практик корпоративных. То есть у нас есть очень хорошо выстроенные внутренние процессы, например, процесс информационной безопасности, управление обмен знаниями, финансовая аналитика и так далее, учет рабочего времени. Но при этом, ну то есть если сравнить с большим количеством стартапов или малых бизнесов, мы, с одной стороны, конечно, очень зрелые, но с другой стороны, наверное, тот сумасшедший темп, в котором мы находимся, постоянно нас подвергают в какие-то кризисы, испытания и сложности. И вот мне кажется, что вообще вот этот год у нас именно такой. И я, наверное, даже не исключаю такой факт больших изменений командных у нас в ближайшее время. Ну то есть, наверное, даже общего подхода к работе с командой. То есть вот прям у нас как бы так штормит сейчас. Но мне кажется, что это на самом деле отражает меня. Я меняюсь после, во время флоу я очень сильно начала меняться. И сейчас это все находит отражение и в бизнесе тоже. Тогда я, конечно, не могу тебя не спросить, а как ты меняешься, с чем ты на программу пришла, какие изменения ты сейчас чувствуешь, и как ты думаешь, они будут воплощаться? Ну, я пришла на программу вот как раз с отсутствием признания своих достижений. И с большим количеством, несмотря на вроде большое количество публичных достижений, но с непризнанием... Ну да, с тем количеством регалий, которое у тебя было, да, это было даже удивительно в какой-то степени. Да, в каких-то вот постоянных сомнениях, а достаточно ли я, да, а справлюсь ли я, а имею ли право я, вот то сейчас у меня... Ну, как бы есть ответы. Я имею право, я могу, я стала смелее, я стала... Ну, где-то позволяю себе быть уязвимой и признавать это и публично. Ну, то есть я стала больше я. Вот. То есть я стала... Не я, которую хотят видеть, а я, которая я. Которую ты сама хочешь. Которую я хочу, да. Тогда можно я перейду в ещё одну личную тему и попрошу тебя поговорить о том, что когда ты меняешься и становишься лично я, ведь люди вокруг не очень, как бы, всегда хорошо это воспринимают, потому что они боятся, что люди... Особенно, когда ты мама, когда ты жена. Вокруг наши близкие боятся, наверное, наших изменений больше всего. Да. Влияет ли это? И что происходит в этот момент? Или может происходить? Влияет, конечно. Но я вот сейчас ощущаю такое, ну, наверное, некое отдаление. Я даже чувствую, что... Ну, мне боятся задавать вопросы. Ну, вот если как-то семейно, что вот я прям ощущаю это отдаление. Но для меня это, наверное, какая-то часть процесса, который вот сейчас происходит, вот такой. Но я уверена, что потом как-то вырулится, наверное, снова в сближение. Просто иногда нужно, видимо, чуть-чуть отдалиться, чтобы посмотреть на... как-то себя почувствовать, а не отделить себя от общности. Большое видится на расстоянии. Да. Да-да-да. Вот, поэтому у меня вот, наверное, сейчас так. Но ты боишься что-то потерять вот в этот момент или нет? Нет. Ничего не боюсь. То есть ты сейчас для самой себя, ты как раз наоборот, как бы для тебя это самое важное, да? Абсолютно. Да-да-да-да. Сейчас я прям очень в контакте с собой. Как ты думаешь, какой твой следующий шаг вот в этой связи? Личный или профессиональный? А ты отвечай про всё. Про всё. Ну, наверное, если... Почему-то сразу приходит, конечно, профессиональный впервые в голову. Ну, какой-то, наверное, выход на новый уровень зрелости внутренний. Ну, командный, бизнесовый. Вот. Ну, да, мы уже не стартап, но, наверное, с какой-то... с большим внутренним фундаментом уверенности в себе уже. Вот. И как бы, ну, проекты другого уровня даже, может быть, где-то... То, что для нас иногда бывает сложно, более дорогие для клиентов. Ну, то есть вот как-то признать себе, что имею право, потому что там я эксперт, я хорошо разбираюсь, я действительно принесу пользу. Ну, вот. Наверное, вот это вот. А если про личное? Ну, про личное... Я вот как раз, наверное, в процессе флоу очень увидела много того, что я вообще, ну, на себя, так скажем, забиваю. И, да, на своё здоровье, питание, физическое состояние. И вот сейчас у меня эта, да, часть жизни, она в приоритете. И я хочу дожить до 120 лет, как мне кто-то недавно сказал. Я тоже хочу. И вот я, наверное... Не ограничивай себя. Да. Ну, для меня кажется, что это очень долго, поэтому пока, да, вот до 120, ну, хотя бы до 100. И вот, наверное, какие-то приоритеты там я для себя вижу сейчас. Лен, ты несколько раз сказал, что ты предприниматель. И у тебя было несколько разных апостасей, да, у тебя была корпоративная карьера, вот сейчас предпринимательская карьера. Скажи, пожалуйста, вообще-то эти карьеры, они отличаются только по своей, как бы, сути, по смыслу, или они отличаются и на самом деле какой-то, вот, знаешь, ну, вообще по формату. Вот вообще о чём должна думать женщина-предприниматель, кроме того, что ты хочешь делать большое великое дело? Хороший вопрос. Ну, конечно, мне кажется, что эти карьеры очень отличаются. Для меня они отличаются прежде всего, ну, как бы, в двух вещах. Первое — это в уровне ответственности и в предпринимательстве часто невозможности спрятаться за чужую спину или в какой-то момент просто взять и выйти, сказать, извините, я уволился. Это невозможно. То есть ответственность, которая с тобой... Всегда. Всегда, да. Да, и когда ты засыпаешься, когда ты просыпаешься, она с тобой. Но ответственность, наверное, ещё тут такая прям определенная, ну, отдельного типа, это ответственность за людей, особенно во все вот эти критичные ситуации, которые мы проходили, ковид, там, начало своего пандемии, мобилизации. То есть вот здесь ты ответственность несёшь не только за себя, но ещё и за... За других людей, за их семьи даже. Да, за их семьи, да, 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 вот как ты должен. Вот. Это, наверное, ну, такая особенность именно предпринимательства. Ну, в корпоративной среде для меня там другая, да, особенность, которая, как бы так скажем, если предпринимательство, вот это вот такая сложная, то в корпоративной среде, наверное, ну, вот это вот ограничение и невозможность делать всё, что пришло тебе в голову. Да, всё, что ты хочешь. Да, так, как ты хочешь. Ну, кто-то это называет свободой, я как бы считаю, что в корпоративном мире тоже, ну, как бы много свободы и много чего можно сделать. Это абсолютно так. Я тебя как корпорат точно это подтверждаю. Мало того, я тебе хочу сказать, что ты ещё в защищённой среде. Да, да, да. Тебе не надо думать про другие семьи, понимаешь, в таком количестве. Ну, я вот всегда говорила, что в корпоративном мире это очень классно. Тебе, как бы, зарплата два раза в месяц приходит на карточку и ты об этом, как бы, ну, ты только в процессе, но ты не думаешь про вот ну, как бы такие вещи. И, конечно, вот, ну, для меня в корпоративном мире немного, как бы, есть в нём ограничения. Вот если меня иногда спрашивают, Лена, ты бы вернулась? Я понимаю, что я могу вернуться в любой момент, и это будет несложно. Я много чего могу сделать. Я уверена, что тебя захотели бы внутрь миллион компаний и приглашают ещё, уверенно, даже. Ну, я вот не хочу. Ну, во всяком случае, пока я не хочу. Ну, ты вот говоришь, что действительно в корпоративном мире я себя отношу к корпоратам, правда, есть защищённая среда. Мне очень хочется сказать, что я корпоративный предприниматель и так далее, но при этом ты права. Вы точно корпоративный предприниматель. Да, но два раза в месяц зарплата это, правда, очень, как бы, такое успокаивающее и защищённая ситуация. В предпринимательстве ты говоришь, что не всегда есть такая ситуация. Можешь ли ты сказать, ты совладелица бизнеса, правильно? Да. Вот какие у тебя есть риски и действительно оказаться без зарплаты, например, или чего-то. Вот с какими рисками ты можешь столкнуться и как ты их нивелируешь, как ты с ними работаешь вообще, как-то себя уговариваешь, что ничего страшного у них нет. И, наверное, я, ну, хотя я по типажу project manager, и я всегда говорю всем, ну, как бы, всем членам команды, что управление проектом – это прежде всего управление рисками. Это самое важное. Ну, здесь, наверное, в предпринимательстве я так глубоко не думаю про эти риски. Иначе просто можно, как бы, не вставать с утра с подушки, потому что, правда, очень страшно. Они, как бы, отовсюду есть... Да, ну, типа, да, 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 их очень много. Вот, поэтому, ну, тут я, наверное, немножко так, как лапкой прикрываю глаза и думаю, ось прокатит. И как project manager думаешь сразу про результат проекта и про его стадии, да? Да, 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 да. Это успокаивает. Да, 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 это точно успокаивает. Маленькими шажочками я начал делать и разберёмся. Вот. Ну, конечно, мне кажется, у предпринимателей, правда, очень много, ну, как бы, первое – это, конечно, финансовых рисков. Это сто процентов. Это вот необходимость два раза в месяц платить зарплату, да? И у тебя, может быть, любая ситуация, проект задержали, ещё что-то. То есть, ну, в общем, ситуаций бывает очень много, да? Как бы, и от тебя ждут, у тебя ответственности, как мне тоже кто-то, наверное, сказал. Эта фраза, что главная задача предпринимателя – это платить зарплату. И это, конечно, иногда прям бодрит, особенно, когда вот всякие экономические всплывы. Вот. Если, кроме экономических, ну, конечно, это всевозможные репутационные риски, которых тоже очень много. Вот. Это риски, связанные с сотрудниками. Вот. В нашем случае мы работаем с большим количеством конфиденциальной информации, поэтому все риски связаны с информационной безопасностью, нарушением правил, идеи и так далее. Вот. Я даже стараюсь про это так глубоко не думать, потому что там просто, когда я вижу, подписываю NDA, какая там сумма стоит, я говорю, девочки, пожалуйста, не подведите. Ну, да, то есть это ответственность, конечно. Ответственность большая, да. Ну, да. А скажи, пожалуйста, а есть какие-то клиенты, с которыми ты не работаешь? Да, есть, конечно. Мы не работаем с алкогольными компаниями, с табачными, микрокредитования. Это какой-то твой принцип, да? Ну, да. Да, наверное, это как бы, да, я бы так сказала. Твоя собственная подходит. Ну, как бы внутреннее мое нежелание, наверное. Ну, еще немножко вернусь все-таки к роли женщины-предпринимательницы. Ты сейчас сказала, как бы все это сказала из позиции действительно владельца компании, которая думает о других людях и так далее. А в этот момент какую, например, финансовую подушку безопасности создаешь себе ты сама? И как ты сама себя вот во всей этой связи, опять же, думая не только о других, но о себе, как ты думаешь не только о своей безопасности, о своем будущем? Какую инфраструктуру ты самой себе создаешь? Вообще-то об этом думаешь, я надеюсь? Нет. Да, мне следует... Так, мы не будем рассказывать про это как про пример, но давай сделаем это в режиме, о чем надо думать. Да, о чем надо думать? Я думаю, что о чем надо думать? Сейчас скажу. А почему не создаешь, кстати? А почему не думаешь? Не хватает... Ну, наверное, я такого еще уровня зрелости какого-то внутреннего не постигла, ну, честно. И я думаю, что... Ну, я, наверное, все-таки про служение где-то внутри, про отдавание. И до меня очередь еще не дошла. Ну, мне очень хочется рассказать, что это поменялось после программы ФЛО. Конечно, конечно. Я очень на это надеюсь. Потому что, конечно, я со своей стороны, когда общаюсь с женщинами-предпринимательницами, конечно, очень-очень хочу сказать, что дорогие, дорогие, да не только на самом деле, и с корпоратами, давайте думать о собственной инфраструктуре, давайте думать о том, как мы сами себя обезопасим, потому что кризис у нас происходит все время, и нам надо иметь, конечно, все эти, в общем-то, системы защиты, которые кроме нас самих никто себе не сделает. Я уж не говорю про то, что вообще в нашей культуре, ну, в принципе, там, не знаю, страхование жизни или брачный договор, это все такие еще, в общем-то, недокультурные вещи. Абсолютно. Я вот вчера слышала Гора, который рассказывал как раз... Горных Апетян, наш прекрасный коллега. Да, про демократию. И поняла, что у меня практически ничего нет из того, что он рассказывал, как раз про брачный договор, про договоренности партнерские, вот прям, да, прописанные, сформулированные. И я даже подумала вчера, слушай, что нужно не только, ну, как бы, партнерские отношения, например, с акционерами иметь, ну, как бы, правила, но и с сотрудниками тоже. И это не только про правила входа в компанию, да, и вот рост какие, ты будешь получать бонусы, если будешь ты делать это-это, а и условия выхода тоже. Потому что для малого бизнеса, конечно, ну, уход, да, ключевых сотрудников, он очень болезненный. И когда ты вроде бы как работаешь, как команда-команда, а потом человек говорит, извините, а я через две недели ухожу, потому что по трудовому кодексу должны меня отпустить через две недели, ну, как бы, немножко падает, ну, как бы, челюсть, и, конечно, это огромный такой, ну, большая психологическая нагрузка и стресс. Поэтому вот, наверное, я для себя как раз вчера поняла, что вот правила выхода бы тоже определить, и это и, как бы, касается всего, и всего, да, и сотрудников, и брака, и взаимодействия с инвесторами, акционерами и так далее. Очень важно строить свой бренд и свою репутацию. Вот ты человек очень известный в своей профессиональной среде, действительно, тебя знают многие компании, тебя знают экспертное сообщество. Скажи, пожалуйста, а в принципе этого достаточно для того, чтобы вообще строить свою жизнь и карьеру? Вот это вот репутация в своей индустрии. Или она нужна шире, или не нужна шире, наоборот? Вот можешь немножко поговорить про свой бренд и про то, как ты его строишь, и строишь ли? Да. Ну, я вообще считаю, что репутация, наверное, основное. Вот прям, как бы, да, вот гипотетически такая ситуация, у меня ничего нет, но у меня есть репутация, у меня есть навыки, у меня есть опыт. Ну, как бы, феникс может снова восстать и пойти делать дело. То есть мне кажется, что репутация, ну, особенно в консалтинговом бизнесе, это вообще самое ценное. Вот, поэтому я, ну, репутацию уделяю, ну, как бы, так осознанно, может быть, Репутация и бренд это одно и то же в данном случае? Я думаю, что нет. Ну, вот сейчас очень много говорят про личный бренд, про личный бренд, я, ну, как бы, если его воспринимать как что-то публичное, да, когда мы много производим контента и публично об этом рассказываем в соцсетях, и репутация, наверное, это всё-таки разные вещи. Для меня репутация это, ну, это в большей степени, наверное, результат работы и результат, который сам за себя говорит. Ну, то есть вот я тоже, ну, наверное, говоря про наш опыт, могу сказать, что у нас нет какой-то прямой рекламы, да, активной. То есть у нас продаёт по факту сарафан. То есть продаёт, да, из уст в уста, мы такой, как бы, бутик, про который все рассказывают, что, как бы, если вам сошьют, то у вас и подкладка будет идеальная. И, конечно... Консалтинг это часто происходит как раз. Да, ну, поэтому в нашем случае, наверное, репутация важна. Но личный бренд тоже в каком-то объёме, но не могу сказать, что, наверное, прям очень критично. Тебе достаточно сегодня твоего личного бренда? Ну, наверное, ну, по ощущению, да. Иногда мне даже кажется, что я... Ну, как бы, он развивается быстрее, чем я, и я не успеваю за ним. Ну, то есть иногда его след как бы вот много. Как раз вот про, например, книги я долго не могла про неё написать публично, потому что, ну... А давай про неё расскажем сейчас. Что это за книга? Ты принесла её с собой. Расскажи, пожалуйста. Да, да, я её принесла. Вам хотел подарить её. Это книга про женщин-предпринимателей. Это уже второе издание. Можно я как раз её покажу всем нашим зрителям? Да, её опускает лаборатория, написала команда лаборатория «Однажды» Дмитрий Соколов-Митрич. Вот 10 историй женщин-предпринимателей и женщин с сильной корпоративной карьерой. И вот, ну, для меня, наверное, это какое-то такое подведение определённого этапа профессионального. И тоже рассказ моей истории. Я вот тут моя няня прочитала, и приходит с такими большими глазами, говорит, Елена, я ваш фанат. И мне стало так приятно. Ну, то есть, что как бы мои... Ну, как бы мой путь, наверное, что он не такой, что мне всё просто взяло и досталось с неба. А вот он как-то так описан, ну, реально описан. И это у окружающих вызывает, ну, наверное, как бы уважение. Для меня это тоже вот возможность получить это признание. Вот. Но для меня вот тяжеловато было про неё написать публично, потому что я понимала, что это как бы пока больше, чем я вот готова публично выдержать как признание. Признание в моменте. Почему? Хороший вопрос. Ну, Женя бы сказала, что я до конца не присваиваю себе свои достижения. То есть ещё предстоит... Это ещё процесс, который... Давай ещё два вопроса тебе задам, таких как раз к вопросу об этой книге. Ты сейчас сказала, что действительно ты мне рассказала свою личную историю, и действительно, что она там не самая простая, и такой, что любой предпринимательский путь, он тернистый путь. Вот скажи, пожалуйста, за что ты сама себя уважаешь? За умение не сдаваться. Ну да, и готовность, даже несмотря на все сложности, которые вокруг происходят, продолжать двигаться. Спасибо. Скажи, пожалуйста, считаешь ли ты себя сейчас ролевой моделью? И для кого? Да, считаю. Точно считаю. Для кого? Ну, когда вот прислали книгу, мне, конечно, очень захотелось поделиться ей с молодыми девочками, с, ну, наверное, может быть, подростками, и те, кто учится на первых курсах университета, показать им, ну, вот, со своей историей, что многое можно пройти, и вот, как бы, многого добиться, что от вас зависит тоже очень многое. Ну, то есть, я думаю, что для каких-то молодых девчонок, и я вижу, что, ну, я тоже ролевая модель, ну, наверное, могу себе это признаться, для, ну, как бы, членов нашего сообщества, для тех, кто работает со мной в одной индустрии, экспертно, и, ну, вот, даже мой выход, так скажем, из корпоративной карьеры в предпринимательство, ну, для многих, как бы, воспринят был как смелый шаг, и я часто до сих пор об этом слышу, хотя уже, как бы, давно не в корпоративной внутри карьере. Представь себе, что ты сейчас как раз обращаешься к тем самым девчонкам, о которых ты говоришь, тем самым юным, тем самым, когда ты училась в Канаде или там в российском университете. Скажи, пожалуйста, вот, глядя сейчас, опять же, на свою жизнь, на то, вообще, в какой точке ты находишься, что ты им посоветуешь? Верить в себя. Верить в себя. Понимать, что если сейчас что-то не получилось, это не зря, значит, получится что-то другое, и это будет точно лучше, чем вы думали в моменте о том, что могло бы получиться. Я тоже как-то выступала для студентов колледжа мультимедиа. Говорю, учите английский. Наверное, учите китайский сейчас. Учите языки. Это очень важно. И путешествуйте, потому что это расширяет горизонты. Лен, спасибо тебе огромное. Может быть, я напоследок ещё спрошу тебя теперь о том, какой же твой следующий шаг? У меня нет ответа на этот вопрос. Тогда собираемся на следующую программу. Да, да, да. На самом деле шагов у меня много. Мы когда заполняли в последний день табличку из 15 клеточек, там много всего. Подожди, наши с тобой слушатели и зрители не поймут. Скажи поподробнее, что мы с тобой делали. На последнем модуле, на нашей последней коучинговой группе мы заполняли таблицу как раз в своих будущих шагах. Я помню, там было 15 прямоугольников. И я шутила, что заполнять таблички это для меня просто самое любимое дело с удовольствием. И у меня там много разных планов. И я думаю, что я буду стараться их придерживаться. В общем, ты сохраняешь интригу. Я поняла. Тогда, значит, давай так. Давай тогда через год мы снова встречаемся на нашем подкасте, и ты рассказываешь, что с тобой произошло через год. А надо сказать тоже всем нашим зрителям и слушателям, что ты только-только, ты свежеспечённая выпускница программы, ты только-только её завершила. Поэтому... А самые прекрасные изменения, они происходят как раз в течение следующего года. Поэтому мы с тобой встретимся. И вот эти 15 пунктов, ты уже не постесняешься их с собой принести. И мы по ним пройдёмся. И ты расскажешь, что по ним удалось сделать. И насколько ты хорошо в этот момент будешь себя чувствовать. Договорились? Да, с огромным удовольствием. С огромным. Спасибо тебе огромное. Галочки я тоже люблю ставить. Да, спасибо. Спасибо тебе огромное за этот прекрасный разговор. Мы ждём тебя у нас в школе снова. А я хочу сказать всем нашим зрителям и слушателям. Это следующий шаг подкаста «Поиски смыслов». И сегодня мы искали их вместе с прекрасной Еленой Богдановой. Меня зовут Марина Карбан. Над выпуском работала команда школы управления Сколково. Смотрите нас, подписывайтесь на нас. Ожидайте следующих выпусков. Вас ждут интереснейшие истории. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok